здравствуйте мои дорогие друзья с вами канал ирина шевелева цветочной мире сегодня ребята у нас уже 12 января и немножко подсохли мои маточные кустики пеларгонии вот я вам показываю выставила на стол потому что у меня кто смотрит мои видео знают что все стоит на полочках все стесненном виде поэтому сколько смогла столько выставила своих маточных кустиков их хочу показать вам как я буду их заниматься их обрезкой как они у меня выглядит на сегодняшний день кустики разные сорта тоже разные но сорта скажем так уже для кого-то староватые для кого-то возможно и новые сорта в общем выглядит они у меня по-разному вот они все такие как смогла вот выставила сколько влезло конечно сортов у меня очень много вот все выглядят по-разному и сейчас я хочу показать что я буду с ними делать конечно все суда у меня не влезли потому что у меня больше 50 сортов короче сколько получилось поставить на мой рабочий стол столько и поставила потому что на полочках снимать и показывать это не очень-то удобно но и здесь в основном у меня пеларгонии зональные гибридные зонартиков здесь нет зонартиками я познакомилась чуть позже и их я уже отношу к своим новым сортам ну а это буду рассказывать о своей старой коллекции про новую коллекцию расскажу позже хотя нет у меня тут есть и гибриды кое-что ну в общем все по порядку итак друзья сегодня я хочу вам показать что я буду делать со своими маточными кустиками пеларгонии сегодня решила немножко сделать другой формат видео то есть в кадре что я редко делаю пришла к выводу что надо все-таки привыкать вот ну ребят я уже вам сказала что у меня здесь очень много сортов разных сортов и что я с ними сейчас буду делать а я буду их где-то формировать где-то обрезать на черенок в общем те сорта которые мне скажем более нравится те буду черенковать те которые не очень просто подрежу и как говорится выброшу черенок ну что делать когда их много то некуда деваться начну вот с такого сорта ребят смотрите красавчик да большой огромный такое это у меня сута рвейс надяка название конечно не выговорить ну неважно это смотрите какой высокорослый очень красивый сорт вставлю фото потом если смогу хотя у меня уже получается это уже начинаю сама монтировать так обычно жду дочь когда она это сделает ну вот смотрите какие большие длинные побеги хотя вот этот сорт ребят и в принципе все сорта я уже черенковала в конце получается так 10 месяц это где-то конец в двадцатых числах октября некоторые в начале декабря и также производила пересадку вот такие вот кашпо ну вот такие у меня горшочки я их подвешивала так неудобнее в теплице но так как саду мало места где снимала кое-где не снимала их научи не важно это смотрите что я буду с ним делать вот он такой хороший уже вытянулся прям стоят они у меня на полочках под подсветкой естественно где-то кому-то местного света меньше попадает в общем разные листочки вот эти все видите все как все разные могу вот так оборвать или обрезать естественно смотрите сейчас я обработаю ножницы и буду показывать что я буду с ним делать этот сорт мне очень нравится и я его естественно буду черенковать но обрезать его буду ребят очень коротко потому что у него оголяются ножки вот видите много уже убрала отсюда таких вот сухеньких вот раньше черешочки остаются видите я их убираю но сразу брала листики черешок оставляла вот он у меня уже был обрезан было два стебля обрезала его думаю что видного и вот у меня по из двух стебельков уже обрезанных появилась раз два три 4 5 6 не сейчас я их опять же подрежу будут подрезать на три междоузлия то есть останется просто черешок сейчас я вам покажу как я это буду делать вернее я его обрежу покажу что у меня останется вот такой побед видите можно было конечно его обрезать и вот здесь вот видите вот идет побег уже с пазухи вышел побег ну я его обрет можно было обрезать здесь оставить ну не хочу чтобы были очень длинные побеги хочется чтобы кустик был более компактный скажем так вот я и обрезала можно делать два черенка так умеет вас много сделаю только верхушечный так чтобы сейчас сразу запишу чтобы не путаться потом это номер 20 это номер 20 вожу на поддончик и будем дальше его обрезать так оставляю вставляю 23 междоузлия какие череночки у меня получаются он у меня сухенький хороший так здесь у меня смотрите какой побег маленький вот и здесь тоже в пазухе пошло но обрежу его вот так вот оставлю здесь два междоузлия вот что у меня остается ребят вот такая красота у меня останется если бы я его не обрезала вы можете себе представить чтобы было концу зимы то есть уже к началу весны здесь были бы огромные длинные палки и это было бы не очень красиво а так он будет да он засветет немножко позже затем он уже где-то уже некоторые даже выдают это носик я хожу их убираю вот здесь вот на побегах это у меня будет сейчас выглядеть вот так вот все полив очень минимальный он у меня и так сухенький но и здесь проснуться естественно побеги и уже к лету вернее к весне он обрастет и к лету он будет цвести очень красиво вот эти вот побеги естественно я работаю фитоспорином сейчас уже не буду это все делать на камеру ну вот так это будет выглядеть так уберу пока сюда так какие у меня тут следующие сорта анна каренина вот такой красивый прекрасный кустик уже выпустила цветоносик я считаю что цветоносик здесь совершенно не нужен потому что ну защищение сейчас тратить силу на цветение когда у нас вся весна и лето впереди я естественно его убираю вот что я буду делать с ним это мы тоже маточный кустик который тоже был обрезан она вот тут реально видно что он уже обрезался неоднократно да можно было его оставить и дальше в таком виде но опять же вымахают огромные побеги и нет не очень нравится я буду делать с него красивый пышный такой приземистый кустик сейчас его также подрежу может быть даже покажу вам так сейчас обработаю ножницы уже другой сорт кто-то режет ребята ножиком там скальпелем я всегда делаю это ножницами мне не очень удобно такими инструментами работать потому что стволики иногда бывают толстые поэтому смотрите вот думаю тут вам будет реально видно вот идут два побега тоже он был когда-то при подрезан никогда-то я уже говорила когда ноябре это делала и выросли вот такие красивые побеги вот оставляю здесь оставлю наверное по два междоузлия вот видите оставляю два междоузлия листочки вот они вот оставлю два междоузлия сделано подрезочку здесь вот вот такой черенок у меня получится ребята вот он красавчик так возьмем пока его сюда рядом тоже неплохой такой сери ночи ну и так же вот уже с пазухи идет побег поэтому обрежем его вот так вот как-то мне тут подлезть это большие ножницы не очень удобно возьму маленькие чтобы не повредить там пазушный побег сейчас покажу вам здесь вот идет с пазухи побежек я чтобы его не повредить взяла поменьше ножницы чтобы подрезать ее все подрезала вот такой череночек у меня получился смотрим дальше естественно убираем тут сухенькие ну ладно сейчас мы подрежем что-то а потом так вот еще видно надеюсь вам вот идет побег видите какой хороший тоже оставлю от основания 2 междоузлия и третьим обрежу вот такая красота у меня получится вот этот череночек так и здесь у нас еще идет один но он так не странно тут уже было видно у меня нет это было и были цветоносики да я думаю что я его еще подрезала уже бронет это были цена носа вот эти черешки ребята вот помните я показывала что я обрезаю если листик желтый я обрезаю его вот так вот вот а потом они подсыхают и черешочки эти выбираю так что мне сделать с этим ну с этим мы тоже сделаем тут немножко подлиннее междоузлия мы его подрежем вот так вот видно как это вам показать вот 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 видите вот этот побег и оставлю тут вот подлиннее как-то междоузлия поэтому я его обрежу вот так вот вот так такой вот у нас получится такой и вот что с нашей анной каренины стала вот такой вот я оставлю естественно обработаю уберу сейчас там все эти черешки которые оставались листик повредила один ничего страшно вот он сухенький у меня вот такая красота у меня останется он еще сто раз у меня обрастет и зацветет вот такой вот естественно как бы говорил уже обработаю все фитоспаринчиком но череночки у нас получились вот разные вот такой вот такой есть немножко побольше вот вот это я естественно оставлю это очень хороший красивый сорт анна каренина так это какой у меня был номер девять вам да это девятый номер поддончик сразу номер чтобы ничего не попутать уже процесс укоренения ребят я конечно вам покажу в другом видео в чем буду коренять и как буду коренять потому что еще и думала в чем коренять потому что у меня вермикулит закончился остался только перлит есть песок немножко но естественно и торфа грунт наверное поставлю во все разное вот еще у меня есть такой вот это у меня весенний черенок прошлого года принц густав тоже я его прищипывала сейчас вам покажу тоже делала подрезочку его осенью вот он видно что здесь был подрезан дал два побега но здесь ребят очень так интересно но не интересно это нормально принципе в пазухах уже пошли побеги и оба просто прищипнуть чтобы развить эти побеги но так как мне нужен череночек с него конечно мне придется его срезать срезу я его я конечно попробуешь оставить эти пазухи но некоторые конечно придется и убрать в одной одной пазухе останется тоже по одной поэтому вот видите в пазухах идут вот вот победе тут идут идет побег вот здесь вот идет побег поэтому то ли вот так обрезать его вроде маленький череночек будет обрезать ниже тоже жалко ну я думаю что все-таки обрежу я его пониже сейчас я обрежу потому что ну вот конечно буду стараться смотрите как ножницы другой сорт сейчас и маленькие большие обработаю потому что работаю всегда двумя ножницами потому что где-то можно подлить хорошо где-то нет смотрите вот идет побег вот пошел с пазухи побег здесь нет побега с пазухи вот здесь но я обрежу все-таки вот над этим вот над этим убежу то есть два междоузли все-таки и оставляю и улетел так что мы сделаем с этим так желтенький листик черешок так что у нас здесь здесь у нас тоже такая же стоит также идет ну ладно придется снять черенок с пазушным побегом видите вот с пазушным побегом но я его при укоренении все-таки уберу будет мешать также тут идут цветоносы уже смотрю тоже надо будет убирать это носки обязательно убираем так ну и вот что у нас осталось вот такой вот кустик остался у нас тоже уже смотрите это кстати тюльпанка у меня по моему если не ошибаюсь вот идет побег уже с цветоносиком видно вот эти нужно его убрать пусть все-таки развиваются не забирают так вот этот желтики мне листочки нравится я вот так обрежу черешочки останутся потом сами отвалятся вот такая красота у меня останется вот эти вот ребята обрезанные при вот сейчас бы было бы хорошо их перевалить побольше объемчик но я вижу посмотрите корневую здесь что ли давайте посмотрим корневую корневая здесь видите уже полностью вот полностью просто обволокла видите меня там а сама котик лежит немножко не очень его бы конечно было бы очень хорошо сейчас пересадить и наверное я это сделаю потому что здесь он очень и такой сорт он мне нужен то есть он довольно таки пользуется спросом поэтому этот сорт я пересажу обязательно провала корневую все надо пересаживать однозначно дам ему немножко больше объемчик и вот он у нас обрастет песня будет красавчиком так все это оставляем сторонку сортов много не знаю за какой браться но вот смотрите еще у меня есть такой вот сортик вай белые роз этом а и старый вот листик сам отрывается убираю если не отрывается не трогаю обрезаю только сам лист тоже я его обрезала там внутри что-то еще сухенькая тоже я его обрезала ребята в ноябре так это мне обычно даже написано даже не в ноябре а нет в ноябре а 3 11 его переваливала уже в больший объем смотрите какие большие у него уже наросли побеги но если я его сейчас не подрежу не почеренкую что с ним будет дальше но вы можете себе представить вымахают лошадки огромные поэтому мне это не надо я хочу чтобы вот как сейчас вот такой красивый компактный кустик видите поэтому буду его обрезать обрезайте буду что-то укоренять что-то я уже сказала выбрасывать ну как показать вам ну вот хорошо сейчас отработала можно еще раз тот землей засыпала землю я торфиком так сейчас еще раз вам ребят покажу что я буду делать и как я это буду делать насыпала так вот тут хорошо очень видно смотрите какой огромный побег пошел оставляю 23 междоузли я подрезаю ребят вот он раз обрезала вот такой череночек у нас получился вот он красавчик номер 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 41 напишу подписать не отвлекаться на это 41 дальше смотрим он уже у меня был обрезан ведь там тоже много побегов идет но все которые такие доминирующие я естественно возьму на черенок так с этой стороны может быть вам видно тоже видите не маленькие да тоже 23 междоузли оставляю и обязательно подрезаю вот наш череночек так здесь тоже мой большой побег тоже хорошо видно видите какой он идет большой так тоже оставляю 1 2 тут 3 можно оставить посмотрим что тут получится вот такой череночек будет у нас так все тут у меня есть еще с под корни идет вот черенок такой вот видите я его скорее всего просто прищипнул видно вам да я вы просто прищипнул беру верхушечку вот я убрала чтобы кустик у меня кустился естественно часто его весь тут уберу все что лишнее сухое вот так он у меня будет выглядеть вот не поверите девочки мальчики весне это будет очень красивый пышный кустик кризистое и красивые вот такая красота у меня остается стволики как я уже говорила обрабатываю обязательно фитоспорином эти черешочки которые я раньше подрезала листики желтенькие все убрали привели в порядок и все красота так ставить некуда совершенно так кто у нас дальше это у меня новисхана девочки вот новисхана красивейший вообще это вот одна из моих любимых пеларгоний даже она у меня очень давно уже то есть у меня есть разные кусти ну я взяла вот какой взяла такой взяла если в маленьких объемах есть которые уже зацветают хожу убираю вот такая красота так что мы будем делать с ним тут у меня получится 4 череночка вот я как на него смотрю здесь вы 4 черенка это кстати взяла наверное даже не матать не не самый первый мой маточный куст конечно не пойду сейчас искать но это уже этот я смотрю не черенковался еще кустик вот так он выглядит наверное весенний черенок или летний летний даже вот но сейчас покажу что я сделаю с ним так ножнички ножнички обязательно обрабатываем ребят это одно из первых правил так принц густов не потерять бы так вот он это тот сорт сейчас надо перенести на поддон четыре хороших развитых побега и все четыре я возьму на черенок но висханы у меня есть ребята такой маленький короткий шортик короткое видео на моем канале именно вот по как она свела но это такая красота была просто ну правда невероятная так оставляю тоже одно-два междоузлия и беру черенок так здесь что здесь уже самое как он будет обрастать естественно я вам покажу потом все это вот еще один вот сейчас ладно я щас обрежу обязательно вам покажу здесь есть маленькие побеги дух их оставляю так 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 такой они небольшие кстати получаются по росту череночки где-то до трех сантиметров вот что осталось с моей ханочки все вот эту красоту и оставляю тут вот видите маленькие где-то мы сейчас проснуться естественно здесь у меня новые побеги ну и пусть как растет будет очень красиво даже не будете срезать вот красота будет потом отставляем сейчас уже всем разум как говорите я их потом ну а череночки получились вот такие несколько листиков естественно я уберу все черешки вот эти вот обязательно все выбираем потому что они потом загнивают если их не убрать тут у меня даже титаносик какой-то образ выхался господи все собирается куда-то цвести вот такой череночек получится чувствует уже приближение весны красотки наши вот такой вот тоже убираю два листика уберу черешки убираю надрезик делаю под междоузлием такой череночек получится так это я сделаю все потом уже без вас а пока я показываю вам как я режу свои кустики так ножик обязательно номер 7 7 принять буду ребята попутать даже как-то и сложно они все такие разные кажется что кто это у меня здесь такой 436 это у меня ой не помню его название так не подписала рубиновый такой бордово-бордово-красный цвет тоже смотрите как он вымахал тоже вырезала уже вот видно что был прищипнут порезан кустистые до ужаса но и стебельки такие серьезные у него и нарос очень быстро так здесь смотрите где пошли вот побеги такие вот более молодые и сейчас я обрежу потому что еще до весны естественно как ножницы до весны естественно он еще вымахает это будет просто цветоносом пускает все носики все убираю я его обрежу так оставляю два-три междоузлия сорт высокий так раз обрезала тут видно как вы видите такой побег огромнейший видно вам до вставляю раз-два-тутри оставлю потому что он такой высоковатый не хочется чтобы он был потом тушитель проснуться все не проснуться здесь вот тоже эти как не видно так 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 как будет видно вот вот он какой побег тоже оставляю два междоузлия и подрезаю вот еще остался какой красавицы какой огромный побег остался ну представляете если бы я сейчас не порезала что с ними было бы вырастали по полметра и красивого кустика бы уже не было но так мы его прищипнули прищипнули и подрезали убираем все вот вот такие вот чуть я его просто вот так вот листик не убираю сам черешок потом сама отпадет ну или мы уберем вот все что осталось нашего кустика здесь сухенький он еще растет естественно два раза станет пышнее и это будет очень красивая растение пышненькая и своими бордово-черными цветами красивая очень не помню как называется надо лезть блокнот смотреть поэтому уже не буду занимать время вашей не полезу сейчас так это кто у нас это царская невеста тоже смотрите красавчик тоже порезанная много идет здесь побегов с нее но тут сниму не так уж и многое но один так 12 наверное только 2 можно было конечно снятие 3 но 3 немножко поменьше 436 надо обязательно записывать потому что потом можно все перепутать но есть которые сорта просто не перепутаешь они листвуют этот у нас ю царская невеста по моему 6 она у нас если я не ошибаюсь до 6 номер подписываем здесь не вибрия то я уже вам сказала я посмотрела мы снимем здесь всего лишь два черенка потому что один у нас совсем маленькие так ну вот она видна пошел он с прикорневой зоны вот видно такой хороший вот он сейчас я его обрежу на так 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 надо на 1 2 ставлю 2 между узле можно было и 3 конечно оставить наверно три оставлю все таки 3 до вот такой череночек вот так вот этот маленький я не буду снимать совсем малюсенький конечно им не очень то вам видно но здесь по-другому просто я даже не знаю как вам показать а вот этот я наверное все таки сниму или не буду что-то они какие-то маленькие их можно кстати прищипнуть но пока тоже не буду посмотрим дальше его развитие сняла здесь только один черенок но ребят сейчас я хочу показать еще час одну секундочку покажу вам черенки царской невесты вообще так хочу вам показать череночки царской невесты которые у меня вот есть вот смотрите если такие черенки здесь тоже уже можно что-то снять вот но с другой стороны столько побегов идет вот маленьких прикорнивых видите поэтому если я здесь нему черенок так что-то мне здесь не очень хочется снимать но вот здесь мне кажется можно было бы снять и дальше развиваться нижним побегом ничего-то как-то маленькие они все вот их может побольше а вот смотрите вот вообще прекрасно сейчас мы его тут и сами работаю ножницы так с ними мы оставим два между узле и вот так вот подрежем вот смотрите вот такую череночку меня останется а вот это вот снимем вот верхушечный черенок такая у нас царская невеста будет ну а тут посмотрим дальше что тут можно будет снять можно было конечно не буду пока не буду черенки у меня есть ну пока не будем так берете малюты как отсюда чтоб не мешались мне так ребят на видео уже затягивается показать вам еще вот такой сорт смотрите white ринга это вообще ч сорт очень красивые тоже уже обрезала его 150 раз я все хочу с него вырастить хороший шикарный пушистый кустик потому что шик не ростом в одну две палки смотрите он такой у меня уже весь такой обрезан старый маточник это мой один из первых и вот сейчас я хочу показать что я сделаю с ним так царской невесты мы уже разобрались мы еще соберем вот видно вот они хорошие такие побеги тут идет побег видите оставляю 23 между узле подрезаю так сорт нищим не отличишь вам листик один не попутаешь вернее тут тоже вот есть делаю вот тут обрезочку так 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 вот сделаем обрезочку здесь так вот он шириночек сейчас его обрежу вы увидите какой он у меня останется так так вот сделаем здесь подрезочку так все сделаем вот так вот вот и всего побед идет два между узле оставлю него здесь подрежу вот с него останусь надеюсь тут просто уже очень старый кустик даст ли он побольше побегов но мы это посмотрим потом но я все хочу с него вырастить красивый пышные они вот такое знаете как вот говорится в три палки мы посмотрим что с него будет если у меня еще такой же пусти козе уже точно ничего с него не будет очень длинный побег здесь я его хочу сейчас тоже почеренковать и естественно я его подрежу выбрасывать не буду очень красивый сорт во всяком случае для меня не знаю как для кого и его я просто пересажу потом в открытый грунт вот у меня здесь несколько хороших таких череночков вот тут режу черенок и вот здесь вот я срежу черенок станется вот такой вот у меня кустик весь но неровный такой у меня старенький тоже вот видите но все равно выбрасывать его не буду очень нравится посажу в открытый грунт потом его летом но весной такой красавчик конечно очень много еще показывать и показывать на видео получается очень длинная поэтому хочу еще вам показать несколько сортов так это мы не попутаем это у нас такой-то ножницы что вам еще показать вот у меня еще есть принцесса крэйс вот это тоже мат точно кустик смотрите какие у нее длинные побеги видите вот такие не длинные и очень быстренько сейчас мы его обрежем он уже тоже был подрезан и сейчас мы так же сделаем здесь я сделаю на 3 возле чтоб может побольше было вышло потом побегов вот я это все сделаю принцесса грейс раз два три и вот что останется с моего кустика весне обрастет будет красавчик ладно ребят не буду затягивать видео буду делать это уже дальше сама укоренять буду еще сама не знаю в чем но есть несколько вариантов вермилит вермикулит закончился я наверно буду в перлит обычный песок у меня есть еще и наверное в грунт принять будут уже вот в такие вот контейнеры потому что кассеты тоже начинают заканчиваться потому что у меня кассетки пойдут уже потом на однолетники и вот буду вот в такие штучки горения ну как принять я вам покажу пока я все это обрежу все это у меня будет до вечера подсыхать и потом начнем коренение в общем сортов ребята очень много кустики очень красивые есть которые даже вот на цвету те точки убираю все равно все подрезаю вот формирую красивый кустик чтобы он был вот такой же красивый как сейчас в принципе ему довольно красиво смотрится но это чтобы было уже к весне такой красивый кустик не сейчас сейчас еще им расти и растения если не обрезать вымокают ого-го вот еще у меня есть знаете вот такой сорт принцесса принцесса мэри по моему да вот с него я тоже добиваюсь красивого кустика видите как я его раньше обрезала вот такой красавчик будет это чисто беленький такой сорт тут вот желтенький листик но это уберется хочу сделать не именно красивые компактные кустики потому что сколько я смотрю вот как они развиваются видите вы тоже все идут в длину поэтому чтобы сдержать эту длину мы их режем формируем в красивый пусть и вот если бы он у меня такой был весной я бы его ничего с ним не делала но до весны еще есть куча времени будем резать и будем укоренять что еще показать зачем есть вот еще такое у меня пусть и ребята смотрите это шелк лагуна как он вытянулся я его сейчас тоже обрежу это тоже мой маточный кустик стоял вот в таком литровом фаршочки тоже уже резаны перерезанные но все равно сейчас его тоже обрежу верхушечки возьму на череночки этот кустик пересажу в больший объем и он еще себя покажет видите он уже весь на цветах конечно это все я уберу потому что сейчас но просто вот они не нужны но во всяком случае так я считаю кто-то дает свести кто-то нет а я не даю обычно сейчас все это удалю вот он мой маточный пустик статья на карениной по моему отдает 9 номер посмотрите он уже хочет зацветать но больше уверенно даже если дать ему посетила все равно отсушит потом свои вот что-то отсушит а что-то будет зацветать и вот такую красоту я тоже обрежу потому что хочу еще красивее и думаю у меня это получится так что режем ребят не боимся до весны они у нас еще обрастут и зацветут и будет нам красота все эти длинные ножки ребята которые у нас вырастает нужно обрезать ну вот ребят показала вам как я это буду делать хотите делаете как я хотите нет у каждого свое как говорится решение все ребят на этом буду заканчивается потому что очень длинное дело получается я это сейчас все обрежу положу на просушку до вечера не умея лежать будут часа три-четыре а может и больше посмотрим по времени и уже потом покажу как я и буду укоренять все мои дорогие друзья всего вам доброго и пока пока